Добрый день, уважаемые зрители, и добро пожаловать на канал Хобби Хом Электроникс. В сегодняшнем видео я покажу вам полное руководство по сборке 20-полосного светодиодного анализатора спектра на основе микроконтроллера STM32 и адресных светодиодов VS2812. Прежде чем перейти к процессу изготовления 20-полосного светодиодного анализатора спектра, я хочу обратить ваше внимание на мою страницу на сайте Patreon. Если у вас есть желание и возможность, поддержите меня и мой канал для развития и создания новых проектов. Заранее благодарю всех, кто решил помочь. Все средства будут направлены для приобретения различных комплектующих и производства хорошего качественного контента. Подписавшись на мою страницу на сайте Patreon, у вас появится эксклюзивный ранний доступ к фотографиям и видео, а также у вас появится возможность скачать оригинальные файлы всех проектов. Принципиальные схемы и печатные платы 20-полосного светодиодного анализатора спектра были разработаны на луна среде EasyEDA. На принципиальной схеме анализатора спектра расположены такие узлы, как управляющий микроконтроллер STN32, микрофонный усилитель на микросхеме MAX 9814, усилитель на микросхеме LM358, линейный регулятор напряжения на микросхеме LM1117, пьезоэлектрический излучатель, инфракрасный приемник и кнопки управления. Исходя из принципиальной схемы, получилась двухсторонняя печатная плата управления, с расположенными на ней SMD-компонентами для поверхностного монтажа. Перед тем, как сконвертировать гербер-файлы, предварительно можно просмотреть 3D-модель будущей печатной платы управления. Для формирования матрицы с размерами 20 строк на 20 столбцов были спроектированы печатные платы для светодиодов WS2812. На каждой отдельной печатной плате располагается по 5 сегментов, в каждом из которых будут устанавливаться по 3 светодиода. Конечно, для создания анализатора спектра можно использовать светодиодную ленту заводского производства, тем самым сэкономив время и средства, но я решил усложнить себе задачу и пошел другим путем. Для использования меньшего количества соединений проводами были спроектированы печатные платы для правильного направления соединения сигнальной логической шины и шин питания. После создаем гербер-файлы и загружаем их на сайт производителя печатных плат GLCP-CB. После того, когда печатные платы были изготовлены на заводе GLCP-CB и доставлены по адресу, их можно осмотреть со всех сторон и убедиться в высоком качестве изготовления с хорошо нанесенной маской и шелкографией. Дополнительно в комплекте с печатными платами были заказаны трафареты из нержавеющей стали для облегчения монтажа СМД-компонентов и строго дозированного нанесения паяльной пасты. Далее накладываем трафарет на печатную плату управления и позиционируем отверстия в соответствии с расположением контактных площадок СМД-компонентов. После на трафарет наносим паяльную пасту и небольшим шпателем тщательно заполняем все отверстия, оставляя хороший равномерный слой на контактных площадках для припаивания всех компонентов поверхностного монтажа. Далее переходим к монтажу печатной платы управления 20-полосного светодиодного анализатора спектра. Для предварительно правильного позиционирования компонентов поверхностного монтажа будем использовать пинцет, а для пайки будем использовать паяльную станцию с термовоздушным феном. После проделанной работы дополнительно просматриваем печатную плату управления еще раз для выявления и устранения мелких дефектов после пайки. Далее переходим к монтажу печатных плат для светодиодов ВС-2812. Проделываем тот же процесс с позиционированием трафарета и нанесением паяльной пасты на печатные платы для светодиодов, как и с печатной платы управления. Для формирования матрицы 20-полосного анализатора спектра нам понадобится 1200 светодиодов, установленных на 80 печатных платах. Визуально проверяем печатные платы для выявления и устранения мелких дефектов после пайки, а также на правильность установки светодиодов. Далее переходим к программной части 20-полосного светодиодного анализатора спектра. Прежде чем запрограммировать микроконтроллер на печатной плате управления, нам нужно скачать и установить программу STM32 ST-Link Utility. Перейдя по ссылке на официальный сайт STM Microelectronics, листая страницу, опускаемся вниз и жмем на вкладку с последней версией программы. Далее появится страница с правилами и лицензионным соглашением. Прочитав правила лицензионного соглашения, жмем на вкладку «Согласиться». Потом появится окно, где вам нужно будет заполнить небольшую анкету, указав свои данные и электронную почту, после чего у вас появится доступ к скачиванию ST-Link Utility. Для загрузки программного кода в микроконтроллер я буду использовать программатор ST-Link V2. ST-Link V2 – это внутрисхемный программатор и отладчик для микроконтроллеров STM8 и STM32, который является недорогим аналогом оригинального программатора ST-Link от компании STM. С помощью ST-Link V2 можно программировать и выполнять отладку по интерфейсам SWEM для микроконтроллеров STM8, SWD и JTEC для микроконтроллеров STM32. Все коммуникационные интерфейсы SWEM SWD и JTEC доступны для использования и выведены на 10-контактный разъем программатора. Также на официальном сайте STMicroelectronics для программатора ST-Link V2 нужно скачать и установить определенную версию драйвера, в зависимости от использования операционной системы компьютера. Далее соединяем между собой программатор и четырехконтактный коннектор с проводами, подключенный к микроконтроллеру на печатной плате управления, а программатор подключаем к USB порту компьютера. После подключения на печатной плате управления загорится светодиод зеленого цвета, показывающий статус рабочего состояния. Далее переходим к прошивке микроконтроллера. В загрузчике STM32 и ST-Link Utility нажимаем на вкладку Target, затем в открывшемся окне нажимаем на вкладку Connect, после еще раз нажимаем на вкладку Target и выбираем вкладку Programs and Verify, после чего откроется окно, в котором нужно указать расположение папки с прошивкой для микроконтроллера, затем жмем на вкладку Start. Второй загоревшийся светодиод зеленого цвета на печатной плате управления показывает статус запрограммированного микроконтроллера. Для отключения микроконтроллера от программатора в STM32 и ST-Link Utility нажимаем на вкладку Target и в открывшемся окне нажимаем на вкладку Disconnect. Для создания 3D-визуализации чертежей корпуса 20-полосного светодиодного анализатора спектра применялась программа Compass 3D. Детали корпуса устройства будут изготавливаться из 4-мм фанеры, предназначенной для лазерной резки. Все файлы чертежей были сконвертированы в формат DXF и переданы компанией, занимающейся раскроем листовой древесины. Далее переходим к сборке корпуса 20-полосного светодиодного анализатора спектра. Сборка корпуса начинается с установки печатных плат со светодиодами на среднюю панель. Отверстия, расположенные на печатных платах, совмещаем с отверстиями на средней панели, после чего вставляем винты M3 длиной 8 мм. И с другой стороны на средней панели фиксируем их гайками M3. С каждого края на средней панели устанавливаем печатные платы с указателями в виде стрелок. Указатели в виде стрелок помогают определить направление логической сигнальной шины, а также помогают правильно соединить печатные платы со светодиодами между собой. После переходим к соединению печатных плат со светодиодами между собой. Для этого в местах стыков предусмотрены площадки для пайки с размерами 2х2 мм. Далее на среднюю панель устанавливаем 36 пластиковых стоек длиной 20 мм с внутренней резьбой M3 и фиксируем их винтами M3 длиной 10 мм с задней стороны. Субтитры создавал DimaTorzok После переходим к установке пластиковых стоек длиной 30 мм с внутренней резьбой M3 на передние горизонтальные вертикальные ребра жесткости. Пластиковые стойки крепятся к ребрам винтами M3 длиной 10 мм. Субтитры создавал DimaTorzok Далее на среднюю панель устанавливаем передние вертикальные ребра жесткости, поверх которых в прямоугольные пазы вставляем короткие горизонтальные ребра. Далее на среднюю панель и стойки крепятся к obra비 м3 длиной 10 мм с Masonом к celebrity показателям в Jesuit made which you are the first creator of our entertainment market. Субтитры сделал DimaTorzok Устанавливаем длинные передние горизонтальные ребра жесткости в оставшиеся свободные прямоугольные пазы на вертикальных ребрах После монтажа передних ребер жесткости получается рамка с 400 индивидуальными ячейками для светодиодов Сверху передних ребер жесткости устанавливаем рассеиватель света, изготовленный из белого матового пластика толщиной 1 мм Затем поверх устанавливаем переднюю панель корпуса, позиционируя отверстия, сквозь которые вставляем винты М3 длиной 10 мм Закручивая их в уже установленные пластиковые стойки на средней панели Субтитры сделал DimaTorzok Далее переходим к монтажу задних ребер жесткости Проделываем тот же процесс с установкой пластиковых стоек длиной 30 мм на задние горизонтальные вертикальные ребра жесткости, как и с передними ребрами жесткости Продолжение следует... Затем прямоугольные отверстия на задних горизонтальных рядах Вставляем вспомогательные ребра жесткости с отверстиями, предназначенными для подвески и удержания всего веса корпуса во время эксплуатации Вспомогательные ребра фиксируем винтами М3 длиной 12 мм и гайками М3, вставленными в прямоугольное отверстие Также устанавливаем ребра жесткости, предназначенные для удержания блока питания, фиксируя их таким же способом, как и вспомогательные ребра жесткости Затем задние вертикальные ребра вставляем в прямоугольные пазы на задних горизонтальных ребрах На задних вертикальных ребрах предусмотрены прямоугольные отверстия, куда вставляются гайки М3, с помощью которых будет фиксироваться задняя панель корпуса Для монтажа блока питания во внутрь корпуса устройства будем использовать латунные стойки длиной 4 мм с наружной и внутренней резьбой М3 Затем устанавливаем блок питания на предназначенные для него ребра жесткости, после чего фиксируем винтами М3 длиной 5 мм На печатной плате управления устанавливаем пластиковые стойки длиной 8 мм с внутренней резьбой М3 После на горизонтальную боковую панель поверх накладываем облицовочную горизонтальную панель На стороне, которая будет внутри корпуса устройства, устанавливаем печатную плату управления и фиксируем ее с другой стороны винтами М3 длиной 10 мм Затем в большое прямоугольное отверстие вставляем вход питания с кнопкой включения Также фиксируем все винтами М3 длиной 10 мм и гайками М3 Далее переходим к монтажу горизонтальной боковой и облицовочной горизонтальной панели Сперва устанавливаем горизонтальную боковую панель, в каждое прямоугольное отверстие которой вставляем все выступы от передних и задних ребер жесткости, а также от средней панели, тем самым придавая жесткость корпусу устройства Поверх горизонтальной боковой панели устанавливаем облицовочную горизонтальную панель, позиционируя отверстия, сквозь которые вставляем винты М3 длиной 12 мм, закручивая их в уже установленные пластиковые стойки на ребрах жесткости, тем самым окончательно фиксируя две панели и ребра жесткости между собой Дальными бумагами Далее подготавливаем провода для дальнейшего соединения блока питания со светодиодной матрицей и платой управления. Для блока питания светодиодной матрицей анализатора спектра будут использоваться провода сечением 2,5 мм. Ножиком или стриппером снимаем всю лишнюю изоляцию и с помощью кримпера на медные жилы проводов устанавливаем клеммы, которые изолируем термоусадочной трубкой, чтобы избежать короткого замыкания. Затем одеваем нейлоновую оплетку для объединения проводов в один общий жгут, а также для защиты от трения и механических повреждений. Тот же процесс повторяем для всех остальных проводов. Субтитры создавал DimaTorzok Подготовленные провода устанавливаем вовнутрь корпуса устройства. Затем клеммы проводов подключаем к шине постоянного напряжения блока питания и фиксируем винтами М4. После подключаем одну сторону проводов питания к шине переменного напряжения, а другую сторону подключаем к клеммам входа питания, фиксируя все винтами М4. Далее нужно залудить концы на проводах питания, предназначенных для светодиодной матрицы. Для того, чтобы была возможность припаять провода питания к светодиодной матрице, нужно снять с передней панели рассеиватель света. После того, когда пайка проводов питания завершена, устанавливаем переднюю панель и рассеиватель света обратно. Далее переходим к монтажу вертикальной, боковой и облицовочной вертикальной панелей. Сперва устанавливаем вертикальную боковую панель на выступы от ребер жесткости и средней панели. Затем устанавливаем облицовочную вертикальную панель и фиксируем все винтами М3 длиной 12 мм. Продолжение следует... По краям корпуса устанавливаем облицовочные уголки, фиксируя их винтами М3 длиной 12 мм. Облицовочные уголки были изготовлены со специальным гибким резом для того, чтобы была возможность их согнуть по радиусу передней и задней панелей. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Монтаж корпуса завершаем установкой задней панели. Сквозь отверстия вставляем винты M3 длиной 14 мм и закручиваем их в гайки M3, установленные на задних ребрах жесткости. Также на задней панели предусмотрены вентиляционные отверстия, предназначенные для охлаждения блока питания. Далее переходим к описанию кнопок на корпусе устройства и к описанию пульта дистанционного управления. Крайняя кнопка расположенная справа на корпусе устройства на пульте дистанционного управления, это верхняя красная кнопка, предназначена для включения и включения устройства, а также является выходом из меню под программ для смены режимов входящего звукового сигнала и режимов яркости. Средняя кнопка на корпусе устройства и на пульте дистанционного управления предназначена для смены 12 вариантов режимов работы 20-полосного светодиодного анализатора спектра А также этой кнопкой можно менять режимы входящего звукового сигнала от микрофона или от линейного входа Для того, чтобы попасть в эту подпрограмму, нужно удерживать кнопку долгим нажатием около 1 секунды Крайняя левая кнопка на корпусе устройства и нижняя на пульте дистанционного управления предназначена для смены 12 режимов цвета Также этой кнопкой можно управлять яркостью всего экрана 20-полосного светодиодного анализатора спектра. Для того, чтобы попасть в эту подпрограмму, нужно удерживать кнопку долгим нажатием около 1 секунды. Также на корпусе устройства недалеко от кнопок располагается линейный вход и микрофон с пьезоэлектрическим излучателем. После монтажа корпуса переходим к демонстрации работы 20-полосного светодиодного анализатора спектра. Работу 20-полосного светодиодного анализатора спектра лучше всего наблюдать вживую и в затемненном помещении, так как не до конца получается передать всю насыщенность света через объектив камеры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всю необходимую информацию для этого устройства вы найдете в описании под видео. Всем спасибо за просмотр! Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Hobby Home Electronics и нажать на колокольчик. Делитесь с друзьями! Дальше будет еще больше интересных видео!